Продолжим знакомство с функциями стандартной библиотеки Haskell, посвященной работе со списками. Теперь мы рассмотрим функции, в которых есть несколько аргументов, часть из которых являются списочными, а часть не являются списочными. Посмотрим, каким образом сопоставление с образцом поможет нам писать такого рода функции. Первая функция, которую нам нужно насмотреть, это функция take. Это чрезвычайно полезная функция, которая делает следующее. Она берет некоторое значение целого типа и некоторый список. Задача этой функции взять от списка, переданного в качестве второго аргумента, нужное количество элементов, указанного в первом аргументе. Ну, например, давайте посмотрим, как работает эта функция. Например, вот так вот. Список у нас содержит некоторую набор символов, некоторую строку, и мы берем первые пять элементов из этой строки. Естественно, что возвращается под строка hello, функция take.5 возвращает нам первые пять элементов. Давайте теперь посмотрим, как эта функция реализована. Функция реализована следующим образом. Споставление с образцом происходит как по первому, так и по второму аргументу. Впрочем, по первому аргументу у нас просто происходит связывание переменных во всех уравнениях. Делаем связывание переменной, при этом игнорируем список. Если у нас переданное значение меньше нуля, то мы просто возвращаем пустой список. Это некоторое доопределение функции вполне естественно. Если нам нужно взять минус три элемента от любого списка, то это пустой список. Второе уравнение тоже описывает нам граничные условия, терминирующие условия для рекурсии. Не важно, какое число мы передали в качестве аргумента функцию take. Если список пустой, то сколько бы мы не передали сюда в качестве аргумента, у нас по-прежнему возвращается пустой список. Ну и, наконец, третье уравнение, которое, собственно, содержит рекурсивный вызов. Мы говорим, что если список не пустой, и число n у нас отлично от нуля, ну, точнее говоря, больше нуля, то мы поступаем следующим образом. Мы берем, вызываем функцию рекурсивно на хвосте этого списка, передавая туда в качестве первого аргумента числа значение n-1. При этом к получившемуся в результате обработки рекурсивного вызова списку мы добавляем в голову наш элемент x, который является текущим элементом списка. Таким образом, рекурсия происходит следующим образом. У нас уменьшается число, первый аргумент, и сокращается длина списка. Если у нас раньше кончится список, то у нас будет использоваться вот это вот терминирующее условие рекурсии. Если же у нас раньше кончится вот это вот число, то тогда будет использоваться вот это терминирующее условие рекурсии. В любом случае в качестве базы у нас будет пустой список. Таким образом добавятся к нам элементы в количестве n-1, либо меньшим, если список короче. Ну, например, здесь вызов примера take5 показывает нам, что список у нас длиннее и раньше у нас кончится число. Но мы можем запустить, например, вызов функции take, тоже взять 5 элементов, но короткий список. Наша рекурсия совершит всего лишь 2 шага, дойдет до пустого списка и остановится. Таким образом, если список короткий, а число огромное, то шагов будет мало. Вторая функция из этой серии, с которой нам нужно познакомиться, это функция drop. Функция drop по сигнатуре идентична функции take, она тоже принимает некоторое число и некоторый список. Однако она поступает ровно наоборот. Она пропускает первые n элементов интересующего нас списка, а оставшийся хвост списка возвращает нам. Функция take возвращает первые n элементов списка, функция drop наоборот отбрасывает из списка первые n элементы. Реализация ее очень похожа на реализацию функции take, а пока функция drop работает рекурсивно, у нас список уменьшается, но в отличие от функции take здесь ничего не добавляется. То есть элементы, которые у нас здесь есть, первые n элементов отбрасываются. А дальше, если мы уткнулись в пустой список, если терминирующим условием служит пустой список, ну что же это значит, что мы должны отбросить все элементы и возвращается в пустой список. Если же у нас число обратилось в ноль, а список еще не нулевой, то тогда срабатывают первые условия и весь хвост списка, который здесь присутствует, возвращается нам, выполняя как раз ту работу, которую должна делать функция drop. Следующая функция из этой серии, она объединяет идеи take и drop, это функция splitAt. Функция splitAt делает следующее, она принимает список и в качестве первого аргумента, конечно же, целое число. Она разрезает список на два списка, которые возвращает в виде пар. Первый список это результат вызова take, второй список это результат вызова drop. То есть функция splitAt как бы разбивает список на два под списка по переданному туда номеру. Реализация функции splitAt может быть выполнена напрямую через функции take и drop. Вместо того, чтобы писать явную рекурсию, мы реализуем функцию splitAt просто через более примитивные функции. Вообще в Haskell, когда мы работаем со списками, мы очень редко используем прямую рекурсию. Стандартная библиотека списков как раз настроена на то, чтобы обеспечить нас полезными, хорошими, удобными примитивами, через которые мы выражаем наши функции. А явная рекурсия это довольно низкоуровневая вещь, использующаяся редко внутри в недрах стандартной библиотеки. Последняя функция из этой серии это оператор, который обеспечивает нам возможность обратиться по индексу к какому-то элементу из списка. Этот оператор выглядит как два восклицательных знака и индекс это целое число. Давайте посмотрим, как это сделано. Вот перед нами оператор, который мы определяем. Давайте приведем пример того, как эта функция работает. Вот, например, у нас есть список hello world. И мы передаем туда, берем этот оператор два восклицательных знака, оператор взятия индекса и число 6. Нам возвращается шестой элемент этого списка. Счет идет от нуля, то есть это нулевой элемент. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Возвращается символ w, элемент списка, стоящего на шестом месте. Давайте теперь перейдем к реализации нашей функции. Функция xs, функция два восклицательных знака, оператор взятия индекса, работает следующим образом. Если у нас число, переданное в качестве второго аргумента этому оператору, меньше нуля, то это ошибочный отрицательный индекс и функция возвращает нам сообщение об ошибке. Если мы обращаемся с любым индексом к пустому списку, то понятно, что поскольку в пустом списке никаких элементов нет, то это ошибка. И мы возвращаем сообщение, что индекс слишком велик, потому что этот случай будет обслуживать не только пустые списки напрямую, но и будет служить терминирующим условием для рекурсии в следующих случаях. А дальше мы, как всегда, с целочисленным аргументом должны, когда мы выполняем рекурсию и по одному, и по другому значению, обеспечить еще дополнительные терминирующие условия. Давайте взглянем, что у нас происходит в рекурсивном, самом интересном, последнем случае. У нас происходит следующее. Список разбирается. Нам нужно вернуть ровно один элемент, поэтому первый элемент отбрасывается. Если число n, конечно, отлично от нуля. Ну, то есть положительное, потому что случай отрицательного мы разобрали. Элемент отбрасывается. И мы вызываем рекурсивно наш оператор на хвосте нашего списка xs. То есть сдвигаемся по списку на следующий элемент. И одновременно уменьшаем индекс на единицу. Таким образом у нас происходит уменьшение сразу двух величин. Длины списка и номера индекса. Если у нас список кончится раньше, то мы придем ко второму уравнению. И выдаст сообщение об ошибке, что индекс слишком велик. Если у нас раньше число n обратится в ноль, то тогда, ура, мы нашли элемент, который имеет соответствующий индекс. И вот это вот второе терминирующее условие, ну, третье уравнение из присутствующих здесь, Она как раз нам возвращает интересующий нас индекс x, интересующий нас значение элемента, находящегося по нулевому индексу здесь, а это значит на месте n в исходном списке.